Здравствуйте, вы смотрите новости KCN. В студии для вас работает Артем Кущ. В современном мире очень остро стоит вопрос надежного и выгодного инвестирования. Одним из самых надежных вариантов является банк, но банковские проценты едва покрывают инфляцию и не приносят прибыли. Вторым по надежности вариантом инвестирования является недвижимость, но обычно порог входа в подобные проекты очень высок. Компания SQP предлагает решение инвестирования в недвижимость с помощью криптовалют с низким порогом входа. Сегодня у нас есть возможность поговорить с основателем проекта SQPAY Василием Машковым. Добрый вечер, Василий, спасибо, что согласились на интервью. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Представьте свой проект, пожалуйста, расскажите о компании SQPAY. SQPAY объединяет в себе реальный сектор экономики, коммерческую недвижимость и рынок криптовалют. Мы хотим с помощью криптовалют привлечь участников для того, чтобы в будущем приобретать коммерческие объекты, сдавать их в аренду и распределять дивиденды среди участников. Хорошо, расскажите, пожалуйста, о преимуществах криптоинвестирования в недвижимость и о преимуществах вашего проекта. Почему стоит инвестировать именно в SQPAY? Криптоинвестирование помогает избежать границ государств и позволяет выбирать объекты не только в какой-либо одной стране, но инвестировать в различные развитые страны, извлекать прибыль и, соответственно, переводить дивиденды в криптовалютах, которые, опять же, снижают комиссионные издержки и транзакции. А каким образом я могу стать инвестором? Что для этого нужно сделать? Какой порог входа и как скоро мне стоит ожидать прибыли? Ну, для того, чтобы проинвестировать, нужно иметь какую-то криптовалюту. Но в данном случае на нашем прийтио нужен эфириум. То есть нужно хотя бы иметь, потому что иначе никак не попасть в проект. Порог в данный момент – это 50 долларов за один токен. На ITON будет 100 долларов. Прибыль, которую вы можете ожидать, и посчитанная нами в нашей финмодели, которая выложена на сайте, 14-16% годовых. Но это полностью по фундаменталу. Здесь не учитывается будущая конъюнктура рынка и возможный спрос на наш продукт. Все-таки мы надеемся, что у нас все будет удачно, и мы будем над этим работать. В реале такую доходность, я думаю, что мы можем увеличить раза в два. Замечательно. Но есть и риски. Какие потенциальные риски ожидают инвесторов, и каким образом вы гарантируете сохранность средств? Для сохранности средств мы как раз хотим организовать траст, выбранный нами юрисдикцией. В данный момент рассматриваются две с англосаксонским правом – это Гонконг и Швейцария. В этом трасте будут прописаны все права участников, все права держателей токенов. И, соответственно, будет на платформе создан личный кабинет инвестора, где он уже может зайти. И будет все прозрачно доступно. То есть будет доступна вся документация по проекту, где что зарегистрировано, кто является бенефициаром. Будет предложено голосование для того, чтобы участники могли выбирать от скольки до скольки процентов, от 30 до 50 процентов, допустим, будет выплата дивидендов. Остальная сумма реинвестируется в приобретение новых объектов. Объекты точно также будут выставляться к голосованию. Участники будут видеть аудит, анализ этих объектов и уже исходя из этого выбирать тот или иной объект. Кроме того, мы будем выкладывать также в личный кабинет ежеквартальный аудит по финансам по нашим. То есть все будет максимально прозрачно, доступно. Риски мы здесь как раз минимизируем, потому что сейчас на рынке вы сами понимаете, что все проекты, которые выходят, виртуальные, которые собирают много миллионов долларов совершенно неизвестно под ничем не обеспеченные продукты. Я думаю, что мы к осени достаточно будем серьезно выглядеть на их фоне, потому что мы хотим подкрепить себя как раз таки реальными объектами, которые будут приносить прибыль и которую мы сможем распределять среди участников. Риски, риски, наверное, есть, как в любом другом бизнесе и в любом другом инвестировании, но они здесь, наверное, консервативные, нежели, может быть, консервативные и умеренные. Мы как раз и хотим оформить все документальное, проводим при ITO, не просим много средств для того, чтобы все организовать. Это действительно важно. Спасибо. Расскажите немного о вашей финансовой модели. Каким образом будет распределяться прибыль с арендой объектов, находящихся в управлении? Ну вот у нас вилка от 30 до 50% на голосование будет выставляться, то есть 30, 40, 50. Я понимаю, что все, конечно, будут хотеть 50% сразу получить прибыли, дивиденды, выплату. Остальная часть будет реинвестироваться на новые объекты и на операционную деятельность компании. Вот таким путем будет распределяться. Выплата будет производиться на выбор участника. Если будут два вида выплаты, то есть это в криптовалюте, мы будем на момент выплаты по рынку выкупать эфириум и биткоин и зачислять в кабинет. Либо это для держателей небольшого количества токенов, потому что если мы для таких участников будем производить выплаты, допустим, в долларах или в евро в личный кабинет, то здесь, к сожалению, транзакции, комиссии на транзакции могут перекрыть сами дивиденды. Для держателей большего количества токенов мы предусматриваем возможность выбора, выплаты в фиате, либо, опять же, в криптовалюте. Как вы планируете организовать систему с юридической точки зрения? Будет ли доступно инвестирование для граждан США и Сингапура? Ну да, про граждан США сразу Сингапура оговорюсь. Мы сейчас не предусматриваем при ITO инвестирование для граждан США и Сингапура. В дальнейшем мы, конечно же, будем рассматривать, но уже после того, как мы конкретно оформим все документы, выбранные нами юрисдикцией с англо-саксонским правом, скорее всего, что это, конечно же, будет Гонконг, будет Траст. И можно зайти на сайт. Мы буквально вчера презентовали наш проект в Москве. И сейчас готовим уже инфографику для того, чтобы более наглядно показать всю схему движения средств наших участников, и как они будут получать дивиденды и прибыль. Ну а финансовая модель у нас уже выложена, можно посмотреть. Все будет создано через Траст. Расскажите о своей команде. Каких специалистов вы собрали? Ну я считаю, наверное, у нас один из самых крутых финансовых и юридических специалистов – Олег Плетнев. Он знает международное право. В данный момент он работает в нефтегазовой отрасли. Но после того, как я его пригласил на наш проект, он с радостью присоединился. Ему очень интересен этот рынок. Это что касаемо финансовой и юридической части. Конечно, у него есть и штат сотрудников, коллег, кто выполняет определенные задачи. Он является SEO, компанией действующей. То есть это тоже можно на сайте все посмотреть. Денис Шарабин – проект-менеджер. Он работает в Ed1. Еще было несколько проектов, тоже о них можно посмотреть. Он уже руководит, что касаемо… Закрывает всю техническую часть. По продвижению, по маркетингу больше я. Это у нас три человека, кто, наверное, является основной движущей силой. Но остальные все люди привлеченные. То есть это либо удаленная работа, либо в офисе совместно с нами работают. Немножко о себе. Я с 2007 года являюсь индивидуальным предпринимателем. Несколько различных направлений. Это была сеть платежных терминалов, которую я впоследствии реализовал. Это было рекламное агентство, где я был также соучредителем и директором. Строительная компания, которая занималась производством, проектированием и монтажом тротуарной плитки, благоустройством придомовых территорий. Потом весь этот бизнес я продал и инвестировал уже в коммерческую недвижимость, которую благополучно стал сдавать, стал работать с другими уже сторонними арендаторами и арендодателями, выступать в качестве агента и посредника. Сначала это были региональные компании, в дальнейшем появились контакты федеральных компаний, стал работать с крупными сетями в России. Ну а далее, когда я, скажем так, проинвестировал биткоины в эфириум, стал уже видеть, что это такое, то есть я стал не то, что там фанатом, ну, наверное, да, фанатом. Инвестировал в несколько ICO и, соответственно, так как была коммерческая недвижимость у рук, появилась вот эта идея, объединить как раз-таки коммерческую недвижимость и криптовалюты. Дальше я уже стал искать команду, то есть с кем мы это будем делать, с кем мы это сможем реализовать. С Олегом в Москве встретились, обсудили, он тоже загорелся, стали изучать. В итоге результат мы проводим при ICO сейчас и готовимся к ICO. Сейчас вы находитесь на этапе при ICO. На какую дату запланировано ваше основное ICO? Каковы ваши ожидания? Да, ICO запланировано на 2 октября, но я думаю, что мы его будем переносить, возможно, еще на один месяц, потому что более тщательно нужно будет подготовиться. Мы видим, что работы гораздо больше потребуется для как раз-таки регистрации и оформления всех необходимых документов и подготовки платформы, выпуска смарт-контрактов и запуска уже ICO. Я думаю, что это будет 2 ноября, но предварительно 2 октября. Спасибо, Василий. Мы всегда готовы поучаствовать в развитии перспективных компаний, создавая видеоновости. А как вы относитесь к еще одному интервью после удачного ICO SQP? С огромной радостью. С огромной радостью. Большое спасибо, что уделили нам время. Желаем вам удачи и надеемся на скорую встречу после вашего успешного ICO. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok